Это подкаст Сингенты. Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы снова в московской студии, и в третьем сезоне подкаста Сингенты поговорим о резистентности. У нас в гостях эксперты Сингенты Кирилл Колокутский и Павел Данильченко. Коллеги, приветствую вас в студии. Здравствуйте. Добрый день. Итак, резистентность. Часто и давно употребляются специалистами, которые работают в сельском хозяйстве этот термин, в том числе применительно к сорным растениям. Насколько актуальной является проблема резистентности сорняков? Если сравнить ситуацию на наших полях и в других странах, описаны многие виды сорняков, которые не удается проконтролировать в разных культурах всего оборота. Можно заключить, что у нас в настоящее время ситуация сравнительно благополучная. Оценивая текущий статус резистентности сорняков в России, можно отметить доказанную резистентность щерицы и амбрузии, посевах некоторых пропашных культур, а также злаковых сорняков на рисе к некоторым гербицидам из группы ЛС-ингибиторов. Мы говорим резистентность достаточно часто, а количество подтвержденных случаев невысокое. Возможно, причина все-таки в различном понимании самого термина резистентности? Возможно. Целезобразно разграничить резистентность и природную устойчивость. Возможно, по причине смешения этих понятий и происходит такая ситуация. Отчасти это результат того, что в других странах проблемы резистентности гораздо более выражены. Поэтому естественно, что мы учитываем научную литературу, изданную на английском языке. А в английском понятия резистентность и устойчивость обозначаются разными словами. Resistance и tolerance, которые на русский переводятся одним словом – устойчивость. И важно понимать различие в этих понятиях. Резистентность – это приобретенная и наследуемая способность растений выживать при применении гербицида с нормой расхода, который достаточно для контроля обычной популяции. А устойчивость – это присущая виду способность выживать и размножаться после обработки гербицидами. В качестве иллюстрации можно привести недавно подтвержденные случаи резистентности щерицы и амбрузии к имидозаленоновым гербицидам, а также к сульфанилмочевинам и, возможно, и к другим ЛС-гербицидам. Раньше такие гербициды успешно использовались для контроля, а сейчас на некоторых полях эффективность таких обработок стала недостаточной. Также можно привести пример. В последние годы в посевах риса встречаются ежовники, которые не контролируются пеноксуламом в регламентных дозировках. Также можно привести пример устойчивости, когда пырей, который ни раньше, ни сейчас не контролировался и не контролируется ни феноксопропом, ни пеноксоденом. Ну, а вообще ситуация с резистентностью сорняков в нашей стране считается достаточно благополучной. И это выделяется на фоне многих других стран, которые у нас в мире есть. В чем же причина? По опыту стран, в которых резистентность стала проблемой, можно заключить главные причины формирования резистентности, когда гербициды с одним или схожим механизмом действия используются в течение нескольких лет на одном поле. Поэтому, отвечая на вопрос, почему резистентность на наших полях пока явление сравнительно редкое, можно предположить положительную роль сивооборотов. И к использованию глифосата. Важно то, что для России использование глифосата – фактор, сдерживающий развитие резистентности, так как культура в севообороте обрабатывается гербицидами с другим механизмом действия. А по литературным данным мы видим, что в странах, в которых глифосат используется для обработки каждый год, и культур, есть проблема резистентности к глифосату. Это подчеркивает важность чередования гербицидов для предотвращения формирования резистентности. Так все-таки риск формирования резистентности в России, он есть? Да, он есть и он возрастает, потому что наблюдается рост популярности гербицидов из группы АЛС-ингибиторов, применяемых на различных культурах сивооборота. Растет список культур, для которых становятся доступны АЛС-устойчивые гибриды. Например, подсолнечник, рапс, сахарная свекла. Другая причина. То, что на разных культурах сивооборота для контроля определенного типа сорняков используются гербициды со схожим механизмом действия. Возьмем, например, популярный сивооборот на востоке страны. Много зерновых, вдобавок к ним лен, бобовые, рапс. На каждой культуре для контроля ировых злаковых сорняков применяются ингибиторы синтеза жирных кислот. Поэтому мы считаем, что это фактор риска. Гербицидов из группы АЛС, применяемых на разных культурах. Потом растет список культур, для которых доступны гибриды, устойчивые. Есть такой. В одном и том же сивообороте используются гербициды с одним механизмом действия. Это первое. И второе. Сейчас сивообороты насыщаются коммерчески значимыми культурами и становятся более короткими сивообороты. Здесь нет разбавления другими культурами. И вот именно насыщение сивооборотов такими культурами, как подсолнечник, соя, сахарная свекла, для борьбы с яровыми злаковыми сорняками применяются гербициды со схожим механизмом действия. Это так называемые ингибиторы жирных кислот. В чем же опасность проявления и распространения резистентных сорняков в России? Контроль сорняков станет сложнее и гораздо дороже. Лучше, наверное, чтобы резистентность все-таки не сформировалась. Как предотвратить ее появление? Главный риск развития резистентности часто используя гербицидов с одним или схожим механизмом действия. Чтобы избежать такой ситуации, нужно знать классификацию действующих веществ по механизму действия, которые разработаны Международным комитетом по предотвращению резистентности к действию гербицидов. Herbicide Resistance Action Committee. В составе этого комитета работают как представители науки, так и крупных компаний-производителей средств защиты растений. Самое главное – использовать гербициды с различным механизмом действия. Также придерживаться севооборота, что очень важно с точки зрения возможности применения гербицидов с различным механизмом действия. Любые механические обработки, в том числе и междурядные, очень помогают сдерживать накопление резистентных сорняков. Также помогает регулярное ведение полевого журнала с регистрацией гербицидных обработок. В этом может помочь наш сервис GroupWise, который предоставляется компанией «Сингент». Использование хорошего, проверенного, качественного посевного материала. Хорошо. Но вот как агрария все-таки понять, что на поле появились резистентные сорняки? В предшествующие годы наблюдались проблемы с контролем того же вида сорняка гербицидами со схожим механизмом действия. То есть в прошлом году, если сорняк остался, то это повод для агрария задуматься, проконтролировать, уже взял ли его препараты? Повод задуматься, потому что если остается год за годом при применении гербицидов со схожим механизмом действия один и тот же сорняк, одного и того же вида, это такой звоночек. Все-таки в случае подозрения, что появились именно резистентные сорняки, есть ли возможность это как-то проверить? Да, конечно, можно. Для проверки можно использовать биологический метод. Нужно сначала собрать семена сорняков, для которых возможна резистентность. Также отобрать семена предположительно чувствительных сорняков, то есть совсем из другого места, из другого поля. Прорастить эти сорняки, вырастить растения и потом уже обработать вот эти растения различными нормами гербицида. И сравнить действия этого гербицида на предположительно чувствительные сорняки и на те, которые мы проверяем, которые подозреваются на резистентность. Это же все занимает время. У описанного Павлом метода есть важные достоинства. Наглядность, если все получилось, достоверность. А продолжительность – это действительно ограничение этого метода. И отмечу, что не только продолжительность, но и трудоемкость. И еще одно ограничение – то, что можно сделать вывод только в отношении тех гербицидов, которые были использованы для обработки. Помимо биологического метода, в литературе описан и молекулярный тест. Для проведения молекулярного теста не нужно ждать, когда появятся семена. Достаточно отобрать листья подозрительных растений на любой фазе развития, сколь угодно ранней. После этого выделить ДНК, провести подготовку пробы и выполнить анализ нуклеотидной последовательности, то, что называется секвенированием, с последующим анализом результатов. Достоинство молекулярного теста – быстрый, возможность параллельно анализировать большее количество образцов. Возвращаясь к теме сравнения методов анализа, если биотест позволяет ответить на вопрос резистентности к тому гербициду, который был применен, то результат молекулярного теста в зависимости от обнаруженных мутаций позволяет делать выводы о наличии резистентности к одной или нескольким подгруппам действующих веществ. Например, является ли растение резистентным только к имидазалинонам или ИК к сульфанилмочевинам. Для агрария, вот если по-простому. Вот он листики собрал, в лабораторию прислал. Остальное сделает лаборатория. Ну, судя по описанию, честно говоря, метод звучит как очень сложный. Это так. Мы начали использовать метод лаборатории Сингент в 2023 году, и от забора пробы до получения результата прошло около полугода. На 2024 год мы планируем сократить срок проведения анализа до 3 месяцев. Не исключено, что по мере отработки метода срок сократится в дальнейшем. Я считаю ещё, что молекулярный метод это большой шаг вперёд по сравнению с биологическим, потому что он позволяет делать более общие выводы, в отличие от биологического. Потому что при последнем мы можем только выявить предполагаемую резистентность к конкретному гербициду в данный момент времени. А молекулярный тест, он позволяет делать более общие выводы к целой группе гербицидов. Ну хорошо, возвращаясь, если к вопросу о выявлении резистентности, что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно приложить все усилия, чтобы избежать формирования резистентности. Но, коль уж резистентность появилась, то нужно минимизировать все риски для сельхозпроизводителя, и над этим работает вся команда сингента. Отмечу, что для предотвращения возникновения или для минимизации дальнейшего развития очень важен метод диагностики. И молекулярный тест для проверки резистентности щирицы и амброзии к ЛС-гербицидам был опробирован в сезоне 2023 года в лаборатории сингента в России. И начиная с 2024 года, клиенты, обратившись к сотрудникам сингента, смогут совместно оценить ситуацию. Если опасения обоснованы, будут отобраны образцы для проведения анализа, результат которого будет получен в течение приблизительно трех месяцев с момента отбора. А три месяца недолго? Иван, по крайней мере, подготовиться к следующему сезону сельхозпроизводитель успеет, потому что три месяца – это небольшой срок на самом деле. То есть все закупки основные делаются с осени. Поэтому так важна ранняя диагностика. И компания инвестировала в адаптацию самого современного метода высокопроизводительного секвенирования для целей мониторинга резистентности различных вредных объектов, в частности щирицы и амброзии к ЛС-гербицидам. Коллеги, ну давайте, наверное, теперь подведем какой-то итог. В итоге для предотвращения резистентности аграрии найдут у нас очень широкий выбор гербицидов, а также подготовленных сотрудников, современные методы диагностики. Это позволит подобрать наиболее эффективные решения для различных ситуаций в полях. В наших общих интересах не допустить развития резистентности. Коллеги, большое спасибо, что сегодня пришли в студию подкаста «Сингент». Я напомню, что у нас были эксперты компании Кирилл Колокутский и Павел Данильченко, а обсуждали мы сегодня резистентность сорняков. Все выпуски подкаста «Сингенты» доступны на нашем сайте и подкаст-платформах. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Это подкаст «Сингенты» Кирилл Колокутский Редактор субтитров – линии Продолжение следует...